Доброго дня, дорогие телезрители! В эфире телеканала Архи С24, телепередача «Ваше право» И с вами я, ее ведущий Ахмат Барлаков. Сегодня отвечать на ваши вопросы будет Баташев Аслан Дахирович, начальник межмуниципального отдела по городу Карачаевск, Карачаевскому и Малокарачаевскому районному управлению Росреестра по Карачаево-Черкесской республике. Доброго дня, Аслан Дахирович! Добрый день! Аслан Дахирович, ну вот в редакцию нашей телепередачи поступило большое количество вопросов от жителей нашей республики, связанных с вашей сферой деятельности. Хотелось бы сразу к ним приступить, и первый вопрос звучит следующим образом. Собираюсь купить дом, как мне узнать его историю? Есть ли на нем обременение, интересуется у нас? В принципе, это довольно-таки просто. Для этого гражданин, который собирается покупать не только дом и земельный участок, любую недвижимость, есть у него такое право. Он может заказать выписку из ЕГРН, то есть Единого Государственного Реестра Прав. В этой выписке содержится техническое описание объекта, ограничения какие-либо, если существуют, сведения о собственнике. То есть с этой выписки, при получении этой выписки гражданин увидит всю историю объекта, вплоть до собственника и ограничения обременения. Единственный вопрос, как получить ее? Ее получить можно через МФЦ, соответственно, через обращение через МФЦ. И если у гражданина, так как сейчас все развито в электронном виде, если есть соответствующий личный кабинет, электронно-цифровые подписи, через портал Росреестра в электронном виде. – Все достаточно просто, на самом деле. – Еще хочу заметить, что, опять же, эта выписка за предоставление, ее, само собой, есть госпошлина. 460 рублей стоит госпошлина в выписке из ЕГРН. – Отлично. Я думаю, мы сполна ответили на этот вопрос. Перейдем к следующему. Звучит он данным образом. – Хочу поставить участок на кадастровый учет. Как это сделать? Интересуется у нас. – Ну, здесь вопрос. Однозначно ответите. Там разные виды. Если у вас в собственности земельный участок, допустим, разберем один случай, как ранее учтенный. То есть он на учете стоит, но границы его не утверждены. Это считается, что у вас на учете есть, вы можете зарегистрировать права, но вам нужно уточнять границы. Уточнять границы, соответственно, нужно обращаться к кадастровому инженеру, составлять межевой план. С этим межевым планом пишется заявление в Росреестр, опять же, как было вышеупомянуто. Либо через МФЦ, либо через портал Росреестра. Эта услуга бесплатная идет. Госпошлина никакой нет. Но кадастровый инженер, соответственно, со своей работы он плату возьмет. Если участок только формируется, у вас никаких прав нет, опять же, всякое, чтобы поставить на учет, нужно обратиться к инженеру, он делает замеры. Составляется схема утверждения. Эта схема утверждения направляется в администрацию, где находится этот земельный участок. Они, если утверждают схему, соответственно, опять же, этот межевой план направляется к нам и ставится на кадастровый учет. Я думаю, мы сполна ответили на этот вопрос. Давайте перейдем к следующему. Инженер неправильно внес границы моего участка в кадастровую карту. Что делать, интересуется у нас? Ну, если непосредственно в связи с тем, что инженер неправильно внес, получилась ошибка, это называется реестровой ошибкой. Реестровая ошибка, в принципе, короткое определение, это ошибка, которая возникла в связи с тем, что были допущены ошибки в документах, составленных кем-то. Бывает еще также ошибка техническая, но это уже ошибка, непосредственно допущенная нами, Росреестром. Так как вопрос звучит, что инженер здесь неправильно данные какие-то ввел, в этом случае обращается гражданин к инженеру. К тому же, если он, соответственно, работает до сих пор, обращается к тому же инженеру. Инженер составляет межевой план о исправлении реестровой ошибки. Это все направляется в Росреестр, Росреестр исправляет ошибку. Здесь один нюанс есть. Если ошибка, в принципе, сразу обнаружена, гражданин пойдет к тому же инженеру, инженер составит этот межевой план, так как он ошибку допустил, будет понимание, быстро направят к нам, мы внесем сведения и исправим. Ну, если ошибка обнаружена, прошло некоторое время, допустим, этот инженер уже не работает. От того, что вы пойдете к другому инженеру, он, соответственно, за другого бесплатно вам собирать межевой план об исправлении реестровой ошибки не будет. Вот если не сразу обнаружено и обратитесь к другому, он, соответственно, потребует плату за составление межевого плана, фиксированную их плату. А так это исправляется с составлением межевого плана об исправлении реестровой ошибки. А вот подскажите, пожалуйста, где жители нашей республики могут посмотреть границы своего земельного участка и убедиться в том, что никаких ошибок нет? На сегодняшний день действует публичная кадастровая карта. Ее можно элементарно скачать на свой телефон, забить адрес в поисковике или кадастровый номер, если вы знаете. Если ваши координаты уже утверждены, все у вас в порядке, карта, соответственно, все покажет на местности, прямо с гугл-отображением, никаких проблем нет. Если у вас все оформлено, вы найдете его и все можно определить. Публичная кадастровая карта. Действительно, все максимально просто. Перейдем к следующему вопросу. Как можно снять запрет на регистрационные действия, которые наложены на мою квартиру? Ну, запрет, как сказать, запреты накладываются по разным причинам. В основном, по нашей практике, сейчас это в связи с тем, что судебные приставы, если у гражданина какой-то штраф, неважно, дорожный штраф, ГИБД-шный налог, неоплата, в основном накладывают запреты на регистрационные действия судебные приставы. Если наложен запрет судебным приставам, исполнителям, так как он наложил, это все делается электронно. Взаимодействие у нас идет. Он автоматически через портал к нам направляет при наложении запрета. И то же самое, когда запрет снимается, то есть запрет в этом случае снимется, если вы оплатите свои долги, и пристав вынесет постановление о снятии запрета. Судебный пристав исполнитель при закрытии своего исполнительного производства автоматически тоже через портал Росреестра должен нам направить постановление о снятии запрета. Как это постановление поступает к нам, в течение максимально срок 3 рабочего дня этот запрет снимается. Также, если запрет электронно не поступил к нам, снятие запрета, должен судебный пристав сам принести, и так как это он наложил, он должен был снимать в любое наше отделение Росреестра сопроводительным письмом постановление о снятии. И то же самое, мы в течение трех дней снимем этот запрет, если этот запрет наложен судебным приставам. Есть, конечно, потом аресты по суду, но это уже каждый нужно разбирать отдельно. Основная у нас проблема сейчас, не то что проблема, а объем. В связи с долгами гражданина накладывается запрет на имущество, и потом это снимать. Вот в таком порядке это должно происходить. Действительно, просто нужно разобраться в ситуации. Да, да, да. Если гражданин оплатил свои долги, в принципе, он никуда не должен ходить, судебный пристав, так как сам наложил, сам должен это все снять. Отлично, давайте перейдем к следующему вопросу. Он у нас является заключительным, звучит данным образом. Как можно поменять категорию разрешенного использования земли, интересуется у нас? Категорию разрешенного использования земли, в принципе, законодательство, это все предусмотрено. Если земельный участок находится в границах населенного пункта, сама администрация этого населенного пункта, если все, там очень много нюансов, конечно, так мы коротко это все не расскажем, есть утвержденные зоны, есть правила пользования землеиспользования. Если все соответствует этому, администрация местного поселения сама может поменять категорию земельного участка. Если земельный участок находится за пределами населенного пункта, категорию земельного участка меняет Министерство имущественных отношений. То есть принять об изменении вида сельские поселения или администрация не может. За пределами населенного пункта меняет Министерство имущественных отношений. Так сказать, там очень большой перечень будет, перечислить, что нужно сделать, но гражданин, если хочет, он должен обратиться в администрацию, если в границах населенного пункта. Администрация уже там скажет по каждому участку, там отдельный, так сказать, свои нюансы есть. Администрация скажет, что нужно предоставить и тому подобное. Если все нормам действует, они поменяют, вынесут постановление, направят к нам. Мы, соответственно, категорию поменяем земельного участка и вопрос решен. Спасибо вам большое. Ну а я, дорогие телезрители, хотел бы вам еще раз напомнить, что если у вас остались еще какие-либо правовые вопросы, то обязательно пишите. Пишите нам на электронную почту, адрес которой прямо сейчас на ваших экранах. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»